Верно ли наше понимание, что перед тем, как установить на вершину храма, на купол, символ веры, его необходимо осветить? Ну, прежде чем устанавливать, это хорошо было бы, конечно, сначала осветить, а не потом. Есть туда и… Вот такой еще спектр. Возможно ли было осветить символ веры немножко за какое-то время, за одну-две недели до его реальной установки, или лучше все-таки это сделать? Лучше перед непосредственной установкой. Вот вопрос от священника по этому поводу. Если я, возвращаясь из поездки, проходя мимо храма, увидел, что строители собираются установить на верху храма символ единой веры, который еще не был освящен, то мог бы я, не призывая ближних, самостоятельно провести таинство освящения символа, либо правильно было отменить в данный момент установку, провести освящение и потом его устанавливать? Еще раз повторю, в момент, почему не удалось осветить? Он возвращался из поездки, просто проходил случайно мимо храма и увидел, что строители уже собираются ставить… Да, в этом случае надо остановить. Остановить, сделать должное действие и тогда уже завершать. Если было предложено поднять символ на храм с помощью крана, который работал в этот момент в деревне, предполагалось, что кран будет еще какое-то время работать и будет время для того, чтобы осветить символ и потом его установить. Но когда я утром, я старший по строительству храма, узнаю, что кран после обеда уезжает, а священника в этот день в деревне нет. Значит, не надо. Чтобы правильно было не устанавливать, да? Конечно. Не подстраивайтесь под эти удобства. Прежде всего, духовные ценности должны быть ориентирами. А когда вы начинаете торопиться, чтобы поудобнее сделать, вы потихонечку, шаг за шагом, начинаете духовные ценности придавать. То есть изменять правила некоторые под себя, под какую-то удобность. Но это, как правило, ошибочное действие. Получается, из-за несогласованных действий священника и старшего по строительству храма был установлен символ, который не освящен. Чтобы его сейчас снять и осветить, потребуется определенное усилие установить леса. Ну и ладно, теперь уже не надо разбирать. То есть можно ли как-то сделать, осветить его, взявшись за руки вокруг храма, допустим? Это уже не просто символ. Вы начинаете пользоваться храмом. Всё, вы создаёте ток энергии, который там существует, и он не ограничивается стенами. То есть внутри, продолжая молиться, творя литургии, внутри храма, это не означает, что добротно сделанный потолок не позволит потоку энергии подняться выше. Нет, это ограничений нет. Нет, мы говорили о некой благоприятности, а не о том, что если вы не смогли это сделать, то теперь какая-то потеря, и символ оказался неблагословлённый, а значит, ну он какой-то непонятно, для чего он там теперь разместился, и никто не поймёт, что это такое. Это нет, конечно. Такого глобального, глобальной такой ошибки в этом случае произойти не сможет. И поэтому, если по каким-то причинам вы где-то ошиблись, поторопились или что-то, ну случайно, не до конца осознав правильность событий, всё-таки установили этот символ выше, ну, потери здесь, конечно же, нет. Всё равно вы его осветите, и осветите всё помещение, творя должное действие внутри этих помещений. Освещение всё равно происходить будет. Спасибо большое. Здесь прежде важен психологический аспект. Когда вы прежде выбираете духовные ценности, и размеренно, спокойно вы утверждаете то, что является наиболее интересным. А установив символ, он тоже интересен. Но вот эта поочерёдность каких-то усы, ус событий, она может показать, что вот есть тут наиболее благоприятное и другое. Для верующего прежде ценно наиболее благоприятное. Поэтому вот тут главное — не засуетиться, выбрать наиболее благоприятное. А там события сами помогут вам решить эту тему в наиболее благоприятном русле уже в последующем каких-то событиях. Но выбирая наилучшее, вы в течение обстоятельств перестраиваете по-другому, чем если бы вы выбрали что-то иное. Ну, то есть это уже то, о чём мы всегда говорили. Сделав какое-то действие, у вас возникает какая-то череда последующих событий, связанных именно с этим вашим действием. Поэтому если интересное сделали, это один ход событий тоже хороших и наиболее интересное. Оно немножко другой ход событий пойдёт. Какие-то мелочи, казалось бы, но они по-другому начнут складываться и тоже будут носить характер наиболее интересных ценностей. Поэтому не суетитесь. Учитель, я хочу спросить по прошлым своим действиям, как бы уточнить, потому что вижу сейчас накладки. Вот когда мужчина и женщина составляют семью, и у женщины уже есть какое-то хозяйство, дом и дети, а у мужчины на данный момент, когда составляли этого, ничего нет ни дома, ни детей, то правильно ли женщине смотреть на готовность и желание мужчины взять ответственность за её хозяйство и детей, а не только на наличие чувств с его стороны? Наличие чувств – важный ориентир, конечно же, но он не обязателен. То есть момент знакомства, он и должен предполагать, когда вы должны понять, насколько вы готовы взять друг за друга ответственность. А это значит принять ближнего таким, какой он есть. Если мужчина призван быть хозяином в доме прежде всего, он защищает этот дом по своим инстинктам, которыми наделён от природы, значит женщина должна позволить ему очень многое, что призвано проявляться у хозяина. И надо этому будет довериться, полностью довериться. Но вот это доверие как раз и должно родиться в самом начале, в процессе знакомства, когда ты видишь его возможности, способности, готовность на что-то, к чему-то себя как-то проявить. Поэтому мы вновь и вновь возвращаемся к простому обстоятельству. Не торопитесь оставлять семью, знакомьтесь, что вам мешает знакомиться. Чувства – это хорошо, и чувства должны помочь вам преодолеть какие-то психологические сложности, где вы учитесь принять друг друга такими, какими вы есть. То есть вы все разные, и на какое-то одно обстоятельство смотрите по-разному, по-другому быть не может, это совершенно естественное явление. Значит, если надо сделать какое-то одно действие в отношении одного обстоятельства, а вы видите по-разному его, кому-то придётся пожертвовать своим пониманием, предоставляя право сделать действие другому, так как он видит правильным. То есть надо ущемить себя, надо пожертвовать своим интересам. Для эгоизма это сложная задача. Но когда вы любите того человека, ваша любовь, она способна помочь вам преодолеть вот этот затык эгоистический. И пожертвовать всё-таки своим интересам, приняв интерес другого. Поэтому чувства призваны помогать вам сглаживать вот эти конфликтные разногласия, смягчать прохождение этих конфликтов. Но они будут возникать естественно, эти конфликты, своеобразные конфликты. Поэтому, конечно, хорошо, когда есть чувства, но это не исключает и необходимость знакомиться друг с другом, и понять, насколько вы готовы довериться тому, кому позволите рядом быть. Именно довериться надо, а не так встать и коситься на него, посмотреть, всё ли он делает правильно. Нет, надо будет довериться. А довериться это предполагает, что даже если он что-то неправильно делает, но делает уверенно, к примеру, как мужчины, и призван делать уверенно что-то, то даже если он делает ошибку, ему надо довериться и не укорять его в этом. Но готовы ли вы? Если этой внутренней готовности есть, нет, но лучше не торопиться, конечно, составлять так семью, потому что этот конфликт, он быстро приведёт к тому, что у вас всё сломается. Но, как правило, это именно так и происходит. Но это не тот закон, который однозначно можно использовать. Вы можете и идти на этот шаг и постигать то, чего вам не хватает, потому что это произойдёт неизбежно. Вам придётся решать те проблемы, которые это будет задавать. Но задаваться проблемы будут. Просто надо учиться их нормально решать. Поэтому то, что ты спрашиваешь, я не могу обозначить законом, делай шаг или так делать неправильно. Я могу лишь вот чуть-чуть коснуться того, что может показать некоторую благоприятность. Но позволишь ты мужчине войти в дом, не позволишь ни тот, ни другой шаг, принципиально закон не нарушает. Просто он несёт разную степень сложностей и каких-то испытаний, которые в этом случае будут. И тебе самой надо будет на что-то решиться. Но если ты позволяешь мужчине войти в дом, как хозяину, научись не придираться к нему, позволить ему действовать так, как он увидит возможным. То есть тебе нужно будет над собой начать бороться. Но вот тут ты и должна вот это понять. А вообще готова ты на это? Или после дня, недели совместного проживания начнёшь проявлять свою страктивость, не выдержишь и начнёшь придираться? Ну, это, конечно, тот конфликт, который оставит горькие следы в твоей душе. Потому что в этом случае у вас ничего не получится. И будут горькие воспоминания. Опыт будет набраться положительный. Сложно. Потому что за короткий период обрести какой-то интересный опыт трудно. Для этого нужно длительный период времени. Но, поторопившись, вы, как правило, создавите такую горячую ситуацию, где это очень длится слишком кратковременно. И вы дальше признаётесь в том, что вы не в состоянии быть вместе. Ну и тут что же сделаешь? Не заставишь вас быть вместе. Ничего всё равно нормального не получится. Так что знакомься и решайся на что-то. Не ориентируйся только на одни чувства. Хотя чувства играют, конечно, важную роль. И с другой стороны, опять же, если ты увидишь мужчину наиболее подходящим по твоим взглядам, каким-то ожиданиям, но если у него к тебе чувств нету, а у тебя есть, будь осторожна. У него чувства могут возникнуть совсем не к тебе в последующем. Вполне могут возникнуть. То есть это особенность своя, касающаяся инстинкта человека, его чувственного мира, эгоистического чувственного мира. И он проявляется далеко, не всегда, как кому-то хотелось бы. К этому тоже надо быть готовой. И не судить его потом. Он не будет предателем, если влюбится в кого-то другого. Он не может управлять своими чувствами в этом случае. Любовь не возникает при каком-то искусственном вашем усилии. Учитель, когда я составляла уже, я составила семью, я как раз руководствовалась своей готовностью. Я была готова на то, чтобы мужчина взял ответственность за хозяйство, за детей, и подчиниться ему. Но по факту оказалось, что мужчина не готов брать ответственность за хозяйство. И вот я думаю, вот когда, вот на тот момент, когда я составляла семью, это было критерием, по которым я должна была смотреть, что если мужчина не готов брать за... Что это будут накладки, такие, которые... Это своеобразная накладка, которую нельзя назвать ошибкой большой какой-то, судьбоносной ошибкой. Нет. Ты сделала искренне то, что виделось правильным. Это нормальный шаг. Конечно, нехватка опыта твоего жизненного. Она неизбежно будет приводить к какой-то череде ошибок дальше по жизни. Это нормальные ошибки. Они не порочные ошибки. Хорошие ошибки. Теперь ты узнаешь что-то новое. Приобретаешь какие-то новые оттенки в своем понимании происходящей реальности. Теперь ты спрашиваешь. Появляются еще какие-то у тебя понятия новые в твоей жизни. И теперь дальше ты уже не будешь повторять ту же самую ошибку. Это уже не смолучится у тебя. Ты начнешь ее... Если уж делать ошибку, то она будет какого-то другого характера. С какими-то оттенками, которые ты пока еще не смогла ни оговорить и ни осознать сама. Поэтому это будет уже другая ступень. Это будет тоже нормальная ошибка. Ты сейчас набираешься опыта. Главное искренне. Пробуй делать то, что видишь в данном случае наиболее подходящим. И вперед. Не бойся. Еще ошибиться в этом отношении придется очень много. Хотя можно один ориентир не забывать. Если мужчина не имеет дома, не имеет хозяйства, как правило, он и не умеет его вести. Как правило. Если его возьмет женщина, которая имеет хозяйство, он придет туда маленьким мальчиком, за которого надо взять ответственность и гонять его хвост и гриву и заставлять что-то делать. Ну, это вот такая вот странная картина будет, конечно. Поэтому... Но многие женщины именно так и делают. Они, будучи сильными, внутри себя тяготеют находить слабых мужчин и влюбляются в них. А, соответственно, слабый мужчина, он тянется к сильным женщинам. Это его специфика такая. Сильный мужчина не будет тянуться к сильной женщине. Вот это вы запомните. Торопитесь быть сильными, вы не найдете сильного мужчину. Не получится. Он не влюбится в вас. То есть это другая специфика поведения. Поэтому, пытаясь жить, самостоятельно утверждая свою жизнь, вы будете притягивать слабых мужчин, которые будут нуждаться в защите от вас. Вернее, не от вас, а со стороны вашей, с вашей стороны защиты. Чтобы вы их опекали, помогали им по жизни утверждаться. Но это тоже неизбежность определенная. Так сложилось общество в жизни. То есть люди так разделились, преследуя какие-то свои цели. Они своеобразно воспитали себя, и такие явления стали очень частыми сейчас. Но это данность. Данность, где ведь тоже надо как-то суметь друг другу помочь. и притянетесь вы не случайно. Значит, надо суметь правильно повести себя в этом случае и оказать ту помощь, которую в этом случае надо оказать, а не какую кто-то может мечтать получить. Ведь помощь, она полезна, когда она сделана грамотно, а не когда просто удовлетворяет чей-то очень узкий, мелкий интерес. Ну вот вы и учитесь, опять же, возвращаемся к этому. Задаете вопросы, пробуете понять и учитесь предпринимать те усилия в отношении ближней, которые действительно будут для него полезны. Учитель, еще один хотел вопрос. Вот каждый раз, когда, ну вот я давно уже здесь живу, собираю урожай, всегда есть избыток. И я начинаю его раздавать, смотря кто как бы нуждающийся, но раздаю все-таки таким образом, что себе оставляю то, что получше на хранение, то, что мне больше нравится, то, что как бы более, как бы, ну меня по качеству удовлетворяет, а оставляю то, что как бы могу отдать просто. Но возникает всегда такое как бы нехорошее чувство, помня заповедь, что если предстоит выбор, отдай лучшее другому, что даже вот не хочется делиться, потому что вот такие чувства неприятные внутри оставляет вот это деление. И вот как все-таки нужно ли, когда я пытаюсь поделиться урожаем, стараться другому угодить, а себе оставить, ну похуже, знаю. Это не то обстоятельство, где ты, которому ты попыталась применить однажды сделанную мной подсказку. когда вы что-то заготавливаете, вы на этот момент можете и не знать, где, какая, в чем-то у вас, у кого-то может быть нужда. Вы просто заготавливаете, естественно, заготавливаете то, что считаете наиболее благоприятным для хранения, для всего, то, что вам нравится. Это нормально, это ваш труд, это плоды вашего труда. И какая-то часть у вас видится лишней, остается, как будто бы вам она не нужна. И вы, естественно, будете готовы это отдать тем, у кого вообще ничего нету. И рады будут принять и такую помощь. То есть, такой момент, он естественен. И я не могу вам дать подсказку, она будет неверна, по сути, и у нее есть очень много своеобразных причин, почему она неверна. Но не могу вам дать ту подсказку и сказать вам, заготавливайте все, что у вас, порезное, гнилое, такое все, вот это припрятывайте и отложите в сторону все лучшее, чтобы, если кто-то скажет у меня нужда, вы сразу это лучшее отдали. Пусть это неизбежно приведет к тому, что все, что вы заготовили, оно быстро испортится и вы будете нуждающимся. То есть, ну это возникает определенная череда, где еще и другой есть оттенок. Кто-то не имел чего-то, потому что нередко проявил нерадивость. и тут тоже свои ценности начинают происходить, которые должны быть благоприятны для него, для его развития, для того, чтобы сформировалось какое-то у него верное понимание по поводу того, что происходит. Он должен постигать недостающее, сталкиваясь с какими-то характерными событиями. То есть, это огромная такая непростая тема взаимодействия и сейчас, конечно же, рассматривать так и в полной мере мы не будем, вот. То, что ты затронула, это является нормальным, когда ты пробуешь что-то, что тебе нравится заготовить и запастись. Тогда да. Потому что заповедь и подсказка, которую ты упомянула при выборе, это другие обстоятельства, не к этому относящиеся. хорошо, спасибо. А еще, извини, последний вопрос, что когда мы приехали сюда, было двойной урожай, сказанное, я вот с грудными детьми там выращивал двойной урожай, и сейчас у меня лето примерно так и проходит, уже и дети-то выросли, а я все выращиваю двойные, тройные урожаи. Вот. Я хотела спросить, но когда я сажаю, я все-таки должна с запасом посадить, ну если я имею такую вот, ну нравится мне например огород, и я сажаю, потому что мне нравится процесс, но что кому-то это все равно пригодится как бы с запасом, это имеет смысл сейчас? Имеет. Имеет, да? Особенно сейчас имеет смысл, но вы же к этому готовились, нельзя же человека неожиданно приготовить так сразу, только он появился человек, ознакомился с чем-то, завтра уже ждут его очень сильные потрясения, и он тут же в этот день должен приобрести какие-то навыки, быстренько сообразить, так не получится, нужен какой-то длительный процесс, где вы чему-то учитесь. И вот к определенным событиям вы проходили несколько лет попыток наладить правильно взаимоотношения, определить приоритеты, ценности, ну вы интересны по-своему, вам хочется очень быстро достигать чего-то, если что-то затягивается ожидаемое, вы как будто потеряете к этому интерес, и перестаёте это ждать, то есть вы расслабляться начинаете, то есть когда вы готовитесь к чем-то сложным, сразу вы загораетесь этим интересом, вы активно начинаете предпринимать усилия, вы готовитесь, 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 оно нету, 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 и вы так сдуваетесь, сдуваетесь, а потом думаете, а зачем это готовить, так нету, уже вряд ли будет ещё что-то, и начинаете расслабляться, так у вас это и происходит, и оно и есть, это особенность человека, такова его психическая сторона, но всё-таки кто-то из вас старался терпеливо всё правильно делать, поэтому он окажется в этом случае в выигрыше, ведь эти обстоятельства, события, которые происходят, могут лишить вас возможности выращивать, ведь вам же надо же ещё уметь семена заготавливать, а кто-то вначале начал это делать, потом отпустил, потому что можно купить в магазине, но в один момент вы не купите в магазине, и накроется очень много в один момент, потому что а где же вы всё это возьмёте тогда, и ведь это должно быть то, что вами выращено прежде, а не изменённое, что вы можете купить где-то, то есть вот такая опять же череда специфическая, где многое зависит от того, насколько вы мудро отнесётесь к подсказкам, даваемым вам, ну вы все разные, и ожидать от всех вас одного и того же будет глупо, вы всё поделаете, конечно, по-разному, но ничего, это всё равно школа, это всё равно то, что будет вас учить, поэтому то, что ты пробуешь этим увлекаться, делаешь дополнительно, выращиваешь урожай, ну это очень хорошо, я знаю, что каждый год в конце зимы есть есть те семьи, которые оказались в нужде, они могли и заготовить что-то, но по каким-то стечениям обстоятельств этот урожай мог погибнуть, по разным причинам, не всё у вас гладко, и есть немало всяких накладок, и тогда семья остаётся в нужде, а там ведь и есть дети, рождение детей у вас много, но это же очень здорово оказаться в этот момент полезной и помочь тем, кто в этом нуждается, но если то, что происходит, оно в таком духе и дальше будет происходить, нужда будет очень большой, вы даже можете сейчас и не представить насколько, и это будет одно из самых ценнейших обстоятельств, которыми вы обладаете, способность вырастить, урожать. Благодарю. Здравствуй, учитель. У меня появилось желание выйти замуж за друга, с которым я дружу уже много лет. У меня есть чувство и природа, но меня смущает мой возраст и его возраст, он младше меня на несколько лет. Это то, о чем я говорил, Нин. Ты хочешь взять мужья сына. Именно так. Именно так. По своим психологическим качествам он будет именно таким. Я уже говорил, я не могу вам поставить закон, потому что запретить законно это нельзя. Это не относится в принципе к закону. Вы находите недостающее вам что-то для развития. То есть вы порой сочетаетесь таким образом, когда это может вызвать удивление где-то. Но сказать, что это совершенно неправильно нельзя. В данном случае именно для этого человека это может оказаться нужным. Значит, ему явно чего-то не хватает, где без каких-то ценностей он не может нормально куда-то дальше сдвинуться. То есть он застрял на каком-то пороге и просто ему не хватает чего-то очень простого. Но тогда нужны обстоятельства, которые это простое дадут ему. Вот вы и так находите это простое чего именно вам не хватает. Поэтому конечно же глупо со стороны как-то ерничать, как-то высказываться критически по этому поводу, потому что это будет нездоровая критика. Но это определенная специфика, которую конечно же в какой-то мере следовало бы понимать. Потому что это будет мужчина, который выбирает явно старше себя женщину. Мужчина очень своеобразный, он будет очень неуверенный в себе, он многого будет бояться, смущаться, ему нужна защита, он учится еще быть твердым, он учится быть мужчиной, но это путь непростой, долгий. И вот насколько женщина сможет ему помочь взрослеть как мужчине, это уже определенная другая сторона, где вроде бы ты ищешь невольно, недостающая тебе, но не испортишь ли ты ему, его поиск. И вот этот такой непростой момент связан с тем, насколько грамотно и правильно каждый из вас начнет взаимодействовать друг с другом. Но хорошо, а значит это неблагоприятно для меня. Не забывай, мужчина может надолго сохраниться стремление искать женщину, надолго может сохраниться. И при живой жене у него вполне естественно, неконтролируемо его сознанием возникнет стремление обрести другую женщину. Более соответствующее для того, чтобы продолжать жизнь и продолжать род. К этому надо быть готовой. И не ругать его. Да, и значит шаг делать навстречу к нему не надо. Я так поняла. Неправильно поняла. Я ничего этого не говорил из того, что сейчас ты сделала вывод. Вот это вся проблема. Когда вы меня слушаете, действуете так, как будто бы учитель сказал это сделать. Я этого не говорил. Это твое решение, где я не могу тебе сказать делать или не делать. Но оно проблемное. И надо в какой-то мере быть готовой решать эти проблемы не осуждая. То есть есть своя специфика. Она проявится. Ее избежать не получится. принять вторую женщину и создать треугольник. Так можно, да? Нин, живи, действуй. А когда придет проблема, если не будешь знать, как ее решить, спросишь, я посмотрю, может быть, что-то удастся подсказать. Но без необходимого опыта, который вы тяготеете, приобрести, даже подсказать бывает очень сложно. То есть некоторых нюансов у вас просто не хватает в ваших переживаниях. Ведь все, что я вам говорю, прежде вложится в ваше понимание, уже как полезный груз, именно в связи с тем, что вы это переживали, что вы чувственно к этому как-то стали дозревать. На одном уровне сознания дать вам знание, какую-то мудрость невозможно. Какие бы мудрые вещи вам не сказать, если чувственно вы к ним не созрели, вы их не возьмете. Вы их истолкуете совершенно своеобразно и останетесь теми, кем вы и были. Вы не обогатитесь. Нужен чувственный опыт. Он приобретается при взаимодействии вашим друг с другом, когда вам приходится переживать что-то. А ваше переживание стимулирует осмысление происходящего. И оно вместе с переживаниями помогает приобрести тот багаж опыта, который и называется мудростью. Именно переживание. Поэтому нельзя мудрость приобрести, не пережив какие-то обстоятельства и события. То есть не созрев к ним еще чувственно. Вот это вы и набираете. И поэтому в какой-то момент, если вас не хватает этого опыта чувственного, очень сложно дать вам подсказку. Вы ее не увидите. Вы ее элементарно исказите внутри себя. И останетесь уверены, что вы услышали все правильно, но уйдете сложным пониманием. И оно к истине не будет иметь никакого отношения. Поэтому действую. Я тут ничего не могу сказать. Но это такая штука, которую я вынужден наблюдать уже не в единственном числе. И вижу ее одну и ту же характерную проблему. Одна и та же стандартная шаблонная проблема, которая в этом случае проявляется. И будет проявляться. Это закон. Вот это закон, потому что есть нюансы, которые только так и будут проявляться при именно таком взаимодействии. но если вы готовы, и та и другая сторона брыжет фонтаном потребности быть вместе, ну пожалуйста, пробуйте. Хорошо, спасибо. Мира и счастья вам. Спасибо. И еще второй вопрос можно? У меня такой маленький вопрос. Я работаю с детьми и в мастерской там скульптурной. У меня сейчас за последнее время появилось такое желание, что этим не заниматься. То есть у меня как бы внутри протест начинает. Я себя ломаю и иду работаю с детьми и в мастерской. Нужно ли себя ломать в этом случае? Слово ломать очень опасное слово. Оно подразумевает какую-то потерю. Изменить что-то выражение не подразумевает поломку. это уже более интересно. Так вот, что именно у тебя происходит? Ты действительно ли себя ломаешь? Потому что это психологический слом какой-то, который обязательно даст негативные последствия. Или ты выражаешься неудачно просто в данном случае. Неудачно выражение. Неудачно. Тогда ты старайся точнее выразить. Потому что если тебе приходится приложить какие-то внутренние усилия и просто изменить свое поведение и как бы не хотелось, но ты видишь возможным сделать и что-то по-другому. Да, да. Потому что некому работать, с детьми некому работать, и мужчин нету, которые с мальчиками занимались. Тогда вот здесь в этом случае возникает другое обстоятельство. Вы находитесь здесь в условиях, где вам надо очень многое совместно делать, решать многие задачи, особенно связанные с воспитанием детей, обучением их. То есть это серьезная плоскость действий, которые вам надо грамотно уметь предпринимать. И вы неизбежно сталкиваетесь с одним обстоятельством, где вам явно будет не хватать специалистов в какой-то период времени или в какой-то отдельной области. Но если будет видеться, что это желательно сделать, то лучше сделать. Да, да. Это во имя детей. Да, во имя детей. Но если в то же время тот, кто говорит, да, я готов сделать, или я готов сделать, потому что есть нужда, но если он может почувствовать, что внутренний мир его уже дошел до какой-то черты, и вот эта дополнительная ответственность, ведь это же ответственность, это переживание, это постоянная подготовка, и какие-то неудачи в этом отношении будут вынуждать переживать человека. Так вот, если он понимает, что взявшись за эту ношу, эту ответственность, и он не в состоянии понести вот эти переживания, то есть это приведет к срыву, тогда лучше не надо делать. Ну, это мне все говорят, что это мужская работа, что это не женская, не женская, не заниматься. Вот два варианта. И вам решать самим. Готово, есть, делаешь. Хорошо. Не важно, это мужское или женское. Да, для женщины во многом участвовать там, где требуется учить мальчиков, это такая очень скользкая сторона. Им не удастся сделать это правильно. или им придется проявить что-то, что они запомнят, как очень неприятное в проявлениях женщины. Но как мужчина женщина повести не сможет, а мальчики нуждаются в том, чтобы им предоставляли информацию именно с мужской позиции, они в этом нуждаются внутри. Поэтому здесь есть скользкий момент очень своеобразный. Насколько женщина сможет выдержать правильно какую-то паузу, правильно какую-то ноту и сможет ли это нормально сделать. Опять же мы возвращаемся к первому, что до этого я сказал. Есть нужда. Именно нужда в чем-то. Вы сами смотрите, есть ли это нужда, но решить ее больше некому, кроме конкретного человека, ему остается посмотреть, в силах ли он это делать. Если в силах, хорошо. Во имя детей, ну что он пойдет и где-то чуть-чуть чем-то пожертвует. придав детям знания, которые им будут в жизни очень нужны сейчас. Но надо быть внимательным. Если он чувствует, что может сорваться, лучше не срываться. Это никому не нужно и полезным не будет. Значит надо будет как-то решить эту часть по-другому. Спасибо. Добрый день, учитель. Погромче. Чуть-чуть. Здравствуй, учитель. Вопрос у меня в следующем. Бывает у меня так в жизни, что происходят какие-то обстоятельства, ситуации, и я чувствую, что вообще-то есть вопрос учителю, хорошо было бы его задать. Это не касается каких-то грубых нарушений, но тем не менее я понимаю, что один из вариантов ответов, он возникает, что может такое быть, что он настолько для меня сложен психологически, что если я представляю, что я такой ответ получу, мне надо будет его сделать, что у меня даже становится очень плохо, в глазах темнеет. И у меня тогда такой вопрос, означает ли спросить и получить ответ, или это означает, что все-таки если этот вопрос возник, и понимание, что было бы хорошо спросить, это означает, что вообще-то у меня эти силы есть, сделать я это смогу, и что учитель не даст ответа, который мне будет не по силам. вам надо решить самим. Но конечно вам надо понимать, если вы у меня спросите, что вы не знаете, как правильно сделать, я вам дам тот ответ, который менее всего вам будет интересен, чувственно. Вы будете где-то понимать, что да, так конечно было бы лучше, но вы будете бояться это сделать. Ведь развитие связано с приобретением того, чего у вас нету. Это уже много раз я пробовал объяснить. Поэтому учитель приходит не для того, чтобы рассказать все, что вам хорошо известно и что вам уже нравится. Ведь нравится вам может только то, до чего вы созрели и что уже успели отметить как приятное. Только это вам может нравиться. Вам не может нравиться неизвестное. Оно может только будоражить ваше любопытство, но интересно как неизвестное. Но нравится приобретение нового это приобретение чего-то, чего у вас не было. Более того, духовные ценности противоречат эгоистическим интересам, как правило, почти во всем. Значит, привыкнув удовлетворять свои эгоистические пожелания, обращаясь к учителю, вы встретите ответы, которые начнут разрушать ваши эгоистические интересы. Это будет неприятно. Этого вы не хотите. Вы как будто бы тянетесь где-то из глубины своей души, вы тянетесь к божественному, но эгоизм будет ваш пугаться. Он будет этого сторониться, стараться, он будет искать вам дополнительные объяснения, и ваше сознание будет подчиняться вашим переживаниям, создавая определенные ложные цепочки суждений, которые будут попытаться уводить вас от того, чтобы вы не взяли истину в свои руки. Но в этом случае никак нельзя навязывать вам истину, просто нельзя этого делать, это даже опасно для вас. Вы должны взять это сами, прийти и сказать «Я хочу, дай мне это, и я дам вам столько, сколько вы в состояние не унести вообще, могу дать и больше, но вы не сможете это взять, но вы должны сами к этому прийти, мне нельзя вас убедить это взять, нельзя подсказать что-то, что может подтолкнуть вас это брать, тоже здесь мне надо быть осторожнее, вы должны сами с этому созреть, почувствовать эту нужду, вот тогда вы наиболее созрели к тому, чтобы взять то, что я вам хочу дать, но это будет противоречить вашим интересам, многих особенно острых обстоятельствах, где уже ваш трепещет эгоизм ущемленный и вы видите, как бы вам хотелось поступить, но вы начинаете себя сдерживать и пробуете спросить меня, как правильно, вы, как правило, услышите ответ, который вы, наверное, меньше всего бы хотели услышать, вам придется идти на страх, вам придется перешагнуть через собственный ущемленный эгоизм, но именно это и есть духовная работа, другой ее не бывает, просто не бывает другой духовной работы, никакие священные таинства, никакие омовения, благословения, причастия, ничего не приведет вас к духовному развитию, кроме вот этих вот усилий, нету другого пути, вы можете создавать видимость только духовной работы, и предсвоего какого-то отношения к духовным ценностям, но без этой работы ничего не поменяется, и ее никто толком никогда не делал, на самом деле почти никто не делал, отдельные люди были такие, которые могли это сделать, но вы их помните как святых, интересных личностей, хотя среди сонма святых не все те, кто достойны такого внимания, на самом деле это вы же всех обозначаете святыми, но это не те, кого обозначает Бог в качестве святых, поэтому за тысячи лет внутренний мир ваш почти точно такой же, как и в каменном веке, почти точно такой же, то есть экстремальные условия, и человек берет в руки камень, и совершенно элементарно способен ударить им по голове другого человека, это каменный век, и вы сохраняете эту предрасположенность, ведь прошли тысячи лет, это говорит о том, что работа на самом деле никогда толком не происходила нормально, это была неизбежность, сложилось так, что она оказалась неизбежностью, вам не посильно было самостоятельно многое оценить, это оказалось невозможно было обойти, но это все учитывалось и по-своему обыгрывалось, поэтому до этого времени вы дожили не благодаря своим каким-то интересным усилиям, а вопреки тому, к чему вы на самом деле стремитесь, то есть так удалось обыграть, чтобы все-таки протянуть это время и позволить вам накапливать нужный опыт, хотя бы все время торопитесь себя уничтожить, постоянно прилагаете усилия, чтобы уничтожить свою цивилизацию, в любом действии, которое вы проявляете, видится трагедия, вы ее запускаете, этот механизм, который ведет к конфликту, он неизбежен при таком отношении к жизни, который культивирует человек в течение всей своей истории, поэтому, насколько можно, вы продвинулись вперед, но это нельзя бесконечно двигать, а теперь вам придется решать, вы будете жить дальше, или вы уже никому не нужны, сумеете сейчас сделать, воспользоваться этим, но это будет работа духовная, работа победить себя, перешагнуть через свой ущемленный эгоизм и отбросить прочь какие-то видения своего удобства, выгоды, шагните во имя духовного расцвета, сделать этот шаг нормальным, наконец-то, вот тогда мы поговорим об интересных победах, и тогда будете вкушать хлеб победы, по-настоящему, вот тогда и возникнет церковь Бога на земле, но они без этого, она не возникнет без таких усилий, так что смотри сама, готова выбрать что-то пугающее тебя, но правильное, и шагнуть потом, прикусив свой эгоизм, вперед, я буду рядом, не готова, я все равно буду стараться быть рядом, но это тебе решать, ты все равно придешь к тому, что я даю, но чуть позже, но придешь, просто другая череда событий у тебя будет, и ты будешь набираться того опыта, который приведет тебя опять к постижению истины, но это будет тоже свой сложный опыт, то есть сложности вам не обойти, либо вы пугаясь возьметесь за истину, либо выберете то, что все равно вас будет пугать и вести по череде пугающий вас, пока вы не поймете, что лучше испугаться в этот один раз, преодолеть себя и перестать уже бояться дальше, сложный выбор, но его сделать надо только самостоятельно, так что решись, и будь осторожна еще с одним моментом, ты его упомянула, ты начала представлять вероятные ответы, но почему ты решила, что я дам именно тот, который ты представляешь, и который ты уже испугалась, только лишь представив, может быть, я его совсем бы и не давал, тоже такой может быть нюанс, напугалась сама себя и лишила возможности взять истину. Да, ну, когда я иду за ответом, я понимаю, что я как бы готова выполнить любой ответ, и мозги начинают включаться, а какие вообще варианты могут быть ответов, и представляется, что вот такой вариант тоже может быть. Не надо варианты представлять. Просто решись, дальше мы посмотрим. Ну, разве я так с вами общаюсь, что вы приходите, я глянул, наговорил вам, и вы на подкашивающихся ногах выходите от встречи все, все посидевшие. Ну, я как-то такого вроде не подмечал, как бы сложный разговор не был, вы вроде бы уходите вдохновленные, но ничего, что так себя сразу пугаешь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok